МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА уважаемые доходы берешь, то кто снова? не ты, а вы на зоне или где? вот кто такой? отойдите, пожалуйста, на сын отойдите, пожалуйста зачем мне начинать? да не волнуйте а вы читали, что можно тогда на осмотр если покупки есть, что тоже а я что вы говорите? где вы такого предстоит? на какой новые правила торговли? не надо смотреть сантимет открывая новые правила торговли от 10-го мая в 2022 год открываем правила торговли внимательно читаем, что там написано давайте говорите, мы вас послушаем говорите, говорите, я вас слушаю охранник нет предостоверение предреждение я вас мир смущу предоставляющий праздник Вот еще один у нас. Привет. Вот что у нас происходит. А что у вас происходит? Только приготовили. Скажите мне маркировку, да? Только приготовили. Вот девочки работают, пожалуйста, только из печки достали. То есть получается, что я должен подойти, позвать, найти где-то девочку, которая, возможно, ее из печки сейчас досталась. Да, вот и потребитель. Скажите мне маркировку. Пожалуйста, пожалуйста. Маркировку 8. Вы покупаете товар? Маркировку 9. Вы покупаете товар? Это не свое дело. Тебе вообще к нам подошел? Тебе кто? Тебе кто, кто подошел к нам? Кто ты едешь? Вот так по-хамски нас ведут покупатель. Профессионルク? И кто вообще подошел к нам? Представься, кто-то подошел к нам сюда, вы не бресткий женщина, кто-то гребными руками подмогал, мягкой, не мягкой, вам как со мной, нет, нормально? Да, вот это все, не маркировано, не без, когда приготовлено, люди ходили, пыль сюда летят, грязь, вы покупаете, вот лежит упакованная, вот, упакованная, только неизвестно, когда она изготовлена, не маркировки, ничего на ней, это где-то подойдет, то же самое. Боя, хуя, хуя, хуя. Занимайтесь со мной, уберите от меня камеры, пожалуйста, уберите, уберите, не надо, снимай от меня, поймайте, занимайтесь. Какой цель у меня до меня затронулись? У вас есть клиент, у вас есть... Какой целью вы до меня затронулись? Понравился ты мне? Серьезно, что ли? Так может выйдем, поговорим, полюбезничаем, а, Орел? Понравился ему. Ты, случайно, не педофил? А, Орел? Я тебе понравился, да? А ты ребенок, да? Говорю, тебе понравился? Ты ребенок. Поговори со мной. Ребенок, да? Понравился я ему. Ты следи за свою речью. А то на пенсию потом жить будешь. Охранник заявил, говорит, я понравился ему. Подошел к нему, потрогал такой, знаешь. Я как бы все могу понять, но мне кажется, я сейчас не в том виде, чтобы кому-то нравиться. Редактор субтитров. Вы имеете права это делать? Что это? Это сосиска в тесте. Что я могу делать? В конце нельзя. Замечательно. Когда вы погодите? Сегодня. Сейчас мы идем в полицию и она вам стоит. Вы вообще новые правила торговли хотя бы не студент. Я и новые, и старые. Очень жаль, что вы их заходов не знаете. Позвоните на Калинина 28, они сейчас вас суют и маркируют за то, что два раза оформлены полицию. Я очень рада за вас. А вы сейчас это все оплатите? Нет. Это вы оплатите. Вы бы лет шли варить, а не булочки перейдут. А у тебя сын лет варить надо, да? А вы имеете право меня сниматься? Да, я имею право сниматься. Я отказываюсь сниматься. Я отказываюсь сниматься. Да, я директор. Как вас зовут? Меня зовут Владимир Владимирович. Меня зовут Полина Юрьевна. Кто вы такой? Представьте, пожалуйста. Я покупатель. На ваши вопросы отвечать я не собираю. Вы для меня не покупатель. А кто я покупаете? Почему я покупаю? У меня деньги с собой есть, могу показать. А вы, молодой человек, с какой целью вообще меня трогали? Я же вам сказал, уважаемый. Я вам понравился. Конечно. Безусловно. Это дает вам повод меня трогать, лапать руками. Если я буду трогать всех, кто мне понравился, я думаю, это будет не очень хорошо. Давайте в следующий раз вы воздержитесь от своих желаний потрогать. Хорошо? Да я не собираюсь с вами разговаривать, мне не интересно. Не интересно? Ну вот, кто понравился, теперь уже не интересно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Раста рекламные Важно flying Посубтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вамацию вам не ставлен Как? А вы выражение не хотите подобрать? Миноборник, а чисто на 10. А говно это что-то оскорбление? А разве нет? Разве нет? Он просто гражданин. У него нет никакого нет. Смотрите, я вам не знаю. У него нет средств. Посмотрите на охранник. У него нет средств. Он такой же гражданин. Все, я понял. Сотрудники, есть такой федеральный закон об охранной и детективной деятельности. Там есть статья 12, которая сказана, что по требованию гражданина он обязан показать свое удостоверение. Хорошо. Он эту обязанность не выполнил. Более того, он угрожал здесь положить на пол данного гражданина. На пол положить. Ну, это у нас зафиксировано. И угрожался матом. Вы можете написать? Вы смотрите. Конечно, конечно. Все. Дмитрий Андреевич Смирнов. Вот, молодец. Ну, понимаешь, хотя бы это мы будем знать, что это Дмитрий Андреевич Смирнов. Будем знать сейчас, на кого писать заявление. Можно полететь? Сегодня 13.09.2022 года. Примерно в 13 часов 20 минут. Охранник ЧОП ПМ Смирнов АМ в магазине Пятерочка. Город Мурманск, 104.27. Выражался нецензурной брани. Приставал к покупателю. Угрожал ему. Все это снято на видеозапись. Видеозапись по запросу блюдо ставлю. Сегодняшняя дата и моя подпись. Расшифровка. Угу. Продержим. Все, пожалуйста. Ручку возвращаю. Спасибо. Мне кажется, надо людей уберечь от ваших представаний. Таких откровенных, понимаете? Зачем вы меня снимаете? Ну, вот так он спрячется за вас. Я не спрячусь, я с такими. Ну, вот так как за женщину, да. Ну, просто, знаете, очень интересно ваши доводы, что я вам нравлюсь, и я такого от меня потрогаю. Ну, разве это плохой довод? Ну, подойдите к женщине, женщину потрогайте и скажите, что она нравится вам. Сегодня он меня потрогал, завтра он другого кого-нибудь потрогает. Вы хотите выйти? Пожалуйста, опотите товар, вы хотите? Да, пожалуйста, дайте. А вы хотите только мне сексуально дологаться? А я вам не нравлюсь. Ну, я толстый. Я не нравлюсь. Вам хочется молоденького, худенького. А вы сотрудник магазина, да? Нет. А кто задаете такие вопросы? Мимо проходила, мне очень интересно, что происходит. А, просто интересно. Как я вам спросила, вам документы на конфеты принести? Так вы же не работник. Я могу спросить. А, ну, спросите, спросите. Конечно, принесите, мы хотим знать, хотим знать, что за конфеты. Принесите. А вы сейчас закончите писать? А, то есть нет. Все-таки нет. Или печатаете, сейчас там усиленно печатают эти документы. Хотя времени было много. Да, доставляют, печатают, конечно. И конфеты новые производят. Ну, просто давайте время не будем тратить. Прямо сейчас принесем. А вы не располагаете времени? Нет, это обычно времени. Ну, вы на работе находитесь, понимаете? А я общественной деятельностью занимаюсь. Давайте сделаем так. Вот, возьмите прям по одной конфетке образец. И прям на каждую конфетку поднесите документы. Маркировку с коробки, как положено. Возьмите, как бы, по одной конфетке и все. Так быстрее будет. Нет, я хочу тратить. Сейчас мой дочь человек закончит работу. Нет документов. Ну, я вижу, что нет, но я хочу понять вообще. Ну, если было, принесли бы уже давно 10 раз. Вам кажется, что кто-то из наших сотрудников производит конфеты? Быстренько принесли, сказали, что так и так, вот по какой-то причине ее нету. Ну, почему ты так себя агрессивно любила? Ты все шлепно. Да у нас все записано. Мы вообще очень любили спокойно. У нас есть специальные документы на собственное производство. Да, вы знаете, что маркировка должна быть перед глазами потребителей. Не где-то у вас там специальные документы. А прям... Да, документы предоставили. Так я у вас пытаюсь получить документы уже сколько минут. Вы со мной торгуетесь, непонятно. Полицейский. Так вы торгуетесь со мной, понимаете? Нет. Вы с каждым покупателем будете так торговаться? Вот сейчас каждый покупатель будет у вас каждый раз спрашивать. Дайте, пожалуйста, документы на эти конфеты. Вы будете что говорить? Если меня попросит покупатель... Так я покупатель. Вы будете покупать конфеты? Конечно. Если бы вы хотели принести, вы бы уже давно принесли. А так у вас тысячу причин. Я хочу дождаться. Как он закончит, то составлять... Тогда пускай подойдет другой человек, который обслуживает покупателей. Вот я покупатель. Вот я сейчас хочу купить эти конфеты. Эти, либо другие, неважно. Ну, одну конфетку. Я могу одну конфетку купить? Не можете. Ну, давайте сейчас взвесим одну конфетку. Хорошо. Ну, как конкретно на конфетку? Ну, вот это вот розовенькое или какой-то цвет, такая коричневая. Да. Соответственно, мне нужна информация на эту конфетку. Конечно, конечно. В коробочке информации. Не свяжелся. А вы куда-то ее отдельно вносите, не к коробкам? Ну, там, информация там должна быть. Ну, хорошо. Я вас подожду здесь. Хорошо. Помогите нам оплатить. Сотрудника позовите, который поможет нам оплатить. Без проблем. Без проблем. Тогда я не пойму. А что они пикили? Давай, сейчас мы... Потому что есть товар, который... А что они пикили? А что они пикили? Почему они ломали? Ну, как они пикили? Есть товар, пожалуйста. А что это за товар? Ну, пускай нам охранник поможет оплатить эту булочку. Так она не пикает. Так понятно, что не пикает. Так охранник пускай поможет. Я вам еще раз замечаю. Ну, пожалуйста. Ребята, знаете, почему она не пикает? Вот, посмотрите, пожалуйста. Оп-оп-оп. Я не пойму. Технологии современные. Давай на кассе проще. Может, там пикнуть нормально. А, может, там пикнуть. Мы заодно сразу и возврат сделаем. Самое интересное. Съел левый чувак. А мы должны оплатить булочку. Пожалуйста, пирожок вставку. Отзрешение зафиксить. А что это вы меня толкаете? Сотрудник охраны, вы мешаете покупателям. Никто не мешает покупателям. А зачем вы меня плечом толкаете? Я вас не толкаю. Вам мало будет того, что сейчас заявление на вас напишу? Ну, как вы будете, не будете продавать? Ладно, я тоже. Нет, на происхождении нет. Сотрудник охраны. Один. 24 рубля. 24 рубля стоит. Ну, давай. Словно, там сейчас стоит. Там даже интересно. Ну, то есть, смотри, упаковочку берут. Сейчас возврат будем делать. В пекарне тоже вы могли упаковать вставку. А мы много еще могли. А теперь, пожалуйста, заплати, пос получи чек, да, как положено. Сейчас, если подрывать, начнем. Так, сколько? 24? Да. Так, 10. 20. Сейчас, что? Что там денежку брало? Ты не переживай, что просрочку продают. Ну, да, страшно. И просрочку продали. Здесь еще бумажка моя. И мишки. Так, у нас сколько денег не было. Так, берем чек, фиксируем, фиксируем. А теперь, пожалуйста, скажите, когда эта булочка была изготовлена? Сегодня с утра можете обратиться. Это я должен вам верить? Маркировка где на булочке? Мы к вам обращаемся, на кассе. Не мешайте, пожалуйста, кассировка где? Не мешайте, пожалуйста, кассировка. Как я могу узнать, что это был как свежий данный момент? Пройдите к пекарю, уточните у него. Позовите еще кому-то, не мешайте, пожалуйста, работать кассировку. Администратора позовите, либо директора. Хорошо, позовите. Что делать? Мужчина, пройдите, пожалуйста, если вас интересует мужчина. Мы вызвали администратора, либо директора. Сейчас он подойдет и нам разъяснит, каким образом мы должны определять, что это булочка. Все-таки продали, да. В принципе, вам только администратор это и должен объяснять. Сейчас он подойдет, подождите, пожалуйста. Можно немножко подальше? Вам продали прокрученные булочки. Вы сначала дали человеку, который съел булочку. Я даю. Да, вы дали человеку, человек съел булочку. Я вас попросил обретить. Подожди, пожалуйста, администратор. Не мешайте, пожалуйста, покупателям. Отойдите, пожалуйста, молодые люди. Чем, кому мы, чем мы мешаем. Вы мешаете покупателям. Заявление о продаже некачественного товара. Возврат 24 рублей. То есть второе заявление. Можно установить? Вы не понимаете вообще, что вы творите? Вы второй раз поставили свой магазин, в котором работаете охранником. Документы на конфетку. Принтер сломался. А, то есть вот каждый раз покупатели должны ждать принтер, там еще что-то, да? Так все-таки документы-то принесете или нет? Нет, не принесу, принтер сломался. Вот честное слово. То есть вы каждый раз будете это говорить покупателям, да? Вот даже вот не грамма скромности нет. Вот все равно будете так себя вести. Главное с улыбочкой. Ну, гадить, правильно? Но с улыбочкой. Ну, молодцы. У меня нет причин. Молодцы. Вы покупаетесь. Вы смотрите, как вы приятные получаете. Вы мне убиваете. Я вам также в ответ улыбаюсь. Ланенька, ну ждите, мы к вам еще раз придем. Обязательно проверим те же самые замечания. По конфетам. И еще какие-то замечания были, чтобы мы узканили в следующем вашем доме? Ну, по хлебу, по конфетам. По хлебу, по конфетам, по конфетам. Это точно. У вас есть охранник, который себя ведет неадекватно. Вот сейчас оформляет заявление на него. Именно магазин. Он заставил оплатить товар, который взял другой покупатель, ну, который в корзинке был, Денис Анатольевич. Говорит, вот вы же не будете этот хлеб. Есть, да, который вот в руках, он в грязных руках держит хлеб. Он берет, у него хватает этот хлеб. Почему не буду? Буду и берет, и кусает его. Представляете? Ну, как бы это неожиданно было для всех, и для него, и для меня. Ну, разворачивается, и уходит, как бы. Обязательно побеседуем. Вот, ну, охранник-то заставил его оплатить. Да, без вопросов. 24 рубля заплатил за этот пирожок. Мы, конечно, долго разбирались, каким образом заплатить. На терминале мы не смогли это сделать. То через кассу мы оплатили. И сейчас мы просим вернуть денежки обратно. Ну, сейчас мы сначала напишем заявление о том, что был продан некачественный товар. Я могу, да, платить 20 рубля заплатить? Нет, из кассы должно быть возврат. Почему? Я вам объясню, потому что мы же это делаем не просто так. У нас Роспотребнадзор... Смотрите, у нас Роспотребнадзор плохо работает. Вот все эти заявления, которые сейчас мы через участкового пишем, ну, вероятность, что оно сработает, один процент. То есть вся надежда потребителей только на вас? Нет, мы сделаем проще. Мы сделаем проще. Вы будете первым магазином, который будет отвечать перед нами в суде. То есть вы понесете судебные расходы, ну, с вас будут взысканы судебные расходы. Я вам открою секрет. Я буду оказывать юридические услуги. Сначала он вам подаст претензию, укажет свой моральный вред. Смотрите, я только представитель. Если дело Дениска Анатольевича, я оказываю юридические услуги. Если он решит вопрос в претензионном порядке, вопросов нет. Если не решит, он со мной заключает соответствующий договор, оплачивает мне мои услуги, и я в суде буду сочетать его интересы. Естественно, те расходы, которые он понесет. Вот как вот разговаривать с этим человеком? Я не трамвай, и ты не трамвай, а объедешь. Вы? Объедешь, говорю. Я с вами на вы. Объедешь, говорю. Я что, тебе ошибаться должен, что ли, постоянно? Ходит, вот, с тележками. Я работаю. В частный порядок не нарушаю. Все договорились. Вот сделайте замечание, чтобы он постоянно куда-то вручает. Пытается от этого, это отошло. Так не мешай покупателю. Я стою разговариваю с вашим коллегой. Уважаемый. Да, уважаемый, ты на зоне увидишь. Понял, уважаемый. Граждане, общественный порядок. Сохраняем. Уберите его отсюда. Да не со мной разговаривай. Вот понимаете, что человек все идет неадекватно. Обязательно беседуем. стою общаюсь с вами понимаете отойдите это ладно здесь он там не отойдите здесь отойдите везде отойдите да у меня чего он зашугать решил что там потому что я фиксирую понимаете я же должен зафиксировать в суде было легко доказать сам факт правонарушения я же не просто так этим занимаюсь а